В пышных тропических лесах Австралии птицы гуляют по лесной подстилке, наслаждаясь вкуснейшими тропическими фруктами. Но в джунглях обитают не только они. В тенях блуждает собака Динго, а фрукты не смогут утолить ее голод. Все птицы спасаются бегством, кроме казуара, который не может улететь из-за своих маленьких крыльев. Вместо этого птица нападает, отправляя Динго в нокаут одним взмахом своих острых, как бритва когтей. Казуар – одна из примерно 60 видов нелетающих птиц. Они живут по всему миру, начиная от австралийской глубинки, заканчивая африканской саванной и антарктическими берегами. А это некоторые виды уток, все виды пингвинов, некоторые обитатели болот, страусы, гигантские эму и крошечные киви. Несмотря на то, что предки всех современных птиц умели летать, многие виды, к сожалению, потеряли этот важнейший навык. Полет имеет невероятные преимущества для бегства от хищников, охоты и путешествий на большие расстояния. Но у него есть и свои минусы. Полет потребляет огромное количество энергии. Птица, которая не умеет летать, сохраняет энергию, поэтому может выжить на менее богатой питательными веществами пищи. Например, птица токахи, обитающая в Новой Зеландии, жует исключительно альпийские травы и радуется жизни. Для птиц, питающихся или несущихся на Земле, предрасположенность к неумению летать может быть довольно сильной. Когда определенный вид в силу особых условий не нуждается в полетах, он может потерять этот навык буквально за несколько поколений. Затем, в течение нескольких тысяч или даже миллионов лет, тела птиц изменяются в соответствии с новым поведением. Их когда-то полые кости становятся плотными, их крепкие перья превращаются в пух. Крылья сжимаются, а в некоторых случаях полностью исчезают. Их киль, это вырост грудины, служащий для прикрепления сильно развитых грудных мышц, сжимается или исчезает, за исключением пингвинов, которым киль нужен для плавания. Чаще всего птицы теряют умение летать после того, как окажутся на острове, где нет хищников. И в таких условиях они спокойно живут и размножаются, но становятся уязвимыми к изменениям в окружающей среде. Например, люди для чего-то приводят на такие острова собак, кошек и различных грызунов. Эти животные зачастую охотятся на нелетающих птиц и могут полностью их истребить. В Новой Зеландии горностаи, завезенные европейскими поселенцами, угрожали многим местным видам нелетающих птиц. Некоторые из них вымерли, а другие находятся под угрозой исчезновения. Поэтому, несмотря на вышеупомянутые энергосбережения, у них есть шанс пойти по пути додо. Но все же есть несколько видов, которые выжили рядом с хищниками. В отличие от большинства мелких нелетающих видов, которые быстро появляются и исчезают, эти гиганты не летают десятки миллионов лет. Их предки появились примерно в то же время, что и первые мелкие млекопитающие. И они, судя по всему, смогли выжить, потому что постоянно развивались, росли и подстраивались под окружающие условия. Большинство из этих птиц, такие как эмо или страусы, достигли ошеломительных размеров. Их вес может достигать 120 килограмм. По мере развития их ноги стали толстыми, ступни крепкими, а развитые мышцы бедер сделали из них настоящих бегунов. Хоть все эти птицы больше не умеют летать, многие из них переоборудовали свои крылья для других нужд. Они могут использовать их, чтобы согреться, привлечь симпатичную самочку, укрыть ими яйца или использовать их для баланса во время стремительного бега. Да, может быть они и не летают, но своими крыльями все еще размахивают. Субтитры создавал DimaTorzok